Период ЕГЭ всегда сложное и волнительное время для выпускников. Но в этом году дни итоговой аттестации стали еще тревожнее из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Теперь 11-классникам перед входом в аудиторию приходится не просто показывать паспорт и проходить через металлоискатель. Фильтр на входе, измеряется температура, всеми предлагается обработать руки и взять средства индивидуальной защиты детям, если им это нужно. Участники пользуются по желанию масками и перчатками. Выпускник, у которого на утреннем фильтре обнаружено повышение температуры или признаки вирусной инфекции, не допускается до экзамена. Сотрудники оповещают его родителей, а затем ученика направляют на медицинский осмотр. Выпускник может сдать ЕГЭ в резервные дни. Итоговую аттестацию сдают в двух пунктах – гимназии Пущино и школе номер 3. В помещениях для проведения ЕГЭ действуют строгие санитарные правила, продиктованные стандартом проведения государственной итоговой аттестации в Московской области. За их исполнением следят организаторы. Все сотрудники, которые участвуют в проведении ЕГЭ, прошли обязательное тестирование на коронавирус. Мы увидели на пункте, что все пользуются средствами индивидуальной защиты, маски, перчатки, дезинфекция рук проводится всем участникам, работают у нас беззараживатели воздуха, кварцевание лампами происходит в 7 утра, мы их включаем, проветривание, генеральная уборка до экзамена и после с дезинфицирующими средствами и соблюдение социальной дистанции, специальная рассадка в аудиториях. В этом году экзамены начались 3 июля, а закончатся, включая резервные дни, 25-го. В нашем городе проходит итоговую аттестацию 96 выпускников. Основное изменение в экзаменах в этом году они не обязательны для всех. ЕГЭ сдают только те ребята, которые планируют поступать в высшее учебное заведение. Сейчас в связи с особыми условиями никаких выездов в другие населенные пункты нет, все ребята сдают на своей территории экзамен. У нас увеличено количество аудиторий и уменьшено количество участников в аудитории, поэтому пункты организуются в любом случае. Самый массовый экзамен – русский язык. Он проводился в два дня, чтобы все выпускники не находились вместе одновременно, так как это может привести к распространению вируса. Базовую математику в этом году не сдают, остался только профильный уровень. Экзамен проходил 10 июля. Перед этим вообще почти не волнуюсь, потому что уже сдала русский. Русский перед русским очень сильно волновалась, сейчас уже спокойно. Впереди у Марии Соловьевой еще два экзамена. Как говорит сама девушка, она надеется на хорошие результаты. Мария рассказала о том, что ей помогает сдавать экзамены. Ну, знания, наверное, накопленные за время, которое я провела в школе и училась дома тоже, тренировалась. Только это, спокойствие. Изменения в процедуре ЕГЭ действуют не только для выпускников этого года. Те, кто окончил школу ранее, но хочет пересдать экзамены, смогут это сделать в соответствии с новыми правилами. В этом году выпускникам прошлых лет разрешено сдавать ЕГЭ на территории своего муниципалитета. То есть у нас тоже зарегистрированы такие ребята, и они могут, все уведомлены о датах проведения экзамена, и могут в соответствующие дни прийти и написать экзамен, если им это нужно. Согласно предварительному графику, результаты итоговой аттестации будут известны не позднее 2 августа. Ксения Франзин, Андрей Михайлин, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.